Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня по многочисленным просьбам Nissan Almera 2003 года стоимость 149 тысяч рублей. В этом обзоре мы детально рассмотрим экстерьер и интерьер автомобиля, также я вам расскажу про историю, обсудим минусы и плюсы. Выражаю благодарность автоцентру Alliance Garant. Alliance Garant это только честные автомобили. Nissan Almera – автомобиль японской компании Nissan, выпускающийся с 1995 года. По сути, Almera является аналогом продающихся в Европе моделей Nissan Pulsar, Nissan Sentra и Nissan Bluebird Silphi. Первое поколение выпускалось с 1995 по 2000 год, сошло с конвейера в конце 1995 в качестве замены для Nissan Sunny, название которой использовалось на протяжении почти 30 лет. Автомобиль был почти идентичен N15 Nissan Pulsar, продаваемого в Японии, за исключением вариантов отделки и выбора бензиновых силовых агрегатов. Ведь изначально в 1995 году на Almera ставили бензиновые силовые агрегаты 1.4 GA14D и 1.6 GA16D и дизельные 2 литра CD20. Но через год после начала производства начали также установить бензиновый GTI двигатель 2 литра SR20DE. Моторы объемами 1.4, 1.6 и 2 литра D дизель, то есть были доступны в трех- и пятидверных хэтчпэках и четырехдверных седанах, в то время как GTI был доступен только в трехдверном варианте. На всех моделях в базовой комплектации шли гидроусилитель, руля, подушка безопасности водителя, электрозеркала, стереодиосистема, все шло по стандарту. За время выпуска Almera было выпущено много специальных версий этого автомобиля, но они мало отличались по функционалу от обычных моделей. Nissan Almera один из самых популярных автомобилей в классе C. В России официальные дилеры предлагали седан с бензиновым силовым агрегатом 1.5 98 лошадиных сил и 1.8 116 лошадиных сил. Хиническая пятиступенчатая коробка была доступна и соответственно автоматическая четырехдиапазонный автомат. Полтора литровая версия оснащалась только механической коробкой передач. Более мощный двигатель 1.8 с изменяемыми фазами газораспределения и управляемыми заслонками во впускном коллекторе выдает 97% крутящего момента в широком диапазоне по оборотам 2400 до 4800. В базовое оснащение входит многорычажная задняя подвеска, активные под головники передних сидений, подушки безопасности для водителя, иммобилайзер с подготовкой для установки сигнализации, Центральный замок с дистанционным управлением системой анти-хайджек, галогеновые лампы, соответственно передние фары, подогрев передних сидений и множество других опций. Основные комплектации это комфорт и ладжеры, отличаются не только уровнем оснащения, но и органами управления на передней панели. В отличие непосредственно от версии с двигателем 1.8, более доступная модификация может быть оборудована задними барабанными тормозами, а в списке установленного оборудования отсутствует ABS и Brake Assist. Кузов у Альмеры разделен на две зоны, одна из которых поглощает энергию удара, а вторая представляет собой жесткий каркас безопасности. Активная безопасность обеспечивается электронными системами, в числе которых опционная ESP, фирменное название ESP+, объединяющая в себе систему динамической стабилизации ABS и противобуксовочную систему. Двигатель 1.5 обозначение QG15DE и двигатель 1.8 обозначение QG18DE. В 2002 году компания Renault Samsung Motors начала производство Renault Samsung SM3. Автомобиль базировался на платформе N16 Pulsar. С апреля 2006 года автомобили стали продавать в России под названием Almera Classic. В середине июня 2012 года Альянс Renault Nissan начал в России на заводе АвтоВАЗ в городе Тольятти тестовую сборку автомобилей Nissan Bluebird Selfie 2005 модельного года платформы Nissan B0 под именем Nissan Almera. Непосредственно на премьере новинки, пришедшей в августе 2012 года в Москве, представители Nissan объявили, что в ноябре запланировано серийное производство, а в начале 2013 года начнется продажа автомобилей. Но уже в сентябре 2012 года было объявлено о переносе старта продаж на весну 2013 года. В конце октября 2012 года издание Автосреда со ссылкой на свои источники сообщило, что стоимость базовой комплектации Nissan Almera российского производства составит 429 тысяч рублей. В начале ноября это же издание распространяло информацию о том, что старт продаж переносится с весны на середину января 2013 года. Однако вскоре выпуск снова был отложен, теперь уже на 20 апреля 2013 года. И наконец, с 11 декабря 2012 года на Автовазе стартовало серийное производство Nissan Almera. Какие отмечают плюсы владельца данного автомобиля? Это недорогая эксплуатация и технический осмотр, хороший, хороший добротный вместительный багажник, более удачно читабельный спидометр, да и панель управления в целом. Кто-то отмечает, что даже за 25 тысяч или за 50 тысяч километров пробега не было ни одной существенной проблемы. Управляемость просто на высоте, хороший информативный руль. Тормоза, ну просто как на всех японцах, отличные, достаточно большой клиренс для своего класса. Красивая и привлекающая взгляды и внимание внешность, особенно с передней части автомобиля. Действительно недорогое регулярное ТО это замена масла, колодок, свечей, пару ремней, возможно промыть инжектор и дроссельную заслонку. А теперь что касается минусов, все как один отмечают никудышную шумо и виброизоляцию в этом автомобиле, это действительно так. Еще один существенный минус, бампера у этого автомобиля слабенькие. На пробеге где-то в 170, у кого-то даже на 200 тысяч течет рулевая рейка. Лечится это все заменой. Кстати, иногда возникает скрип при нажатии на педаль сцепления. Нужно поменять сцепление и скрип исчезнет. У кого-то выходит и строит датчик массового расхода воздуха, лямбда зон, кислородный датчик и датчик коленвала. Кстати, продается он в наборе две штуки, датчик на распредвал плюс коленвал. Втулки стабилизатора в этом автомобиле расходник. Как собственно говоря и на всех автомобилях. Кому-то впечатление от автомобиля испортила коробка. На 50-60 тысячах она приказала долго жить. Мастера сказали, что у всех Альмер очень непродуманная система о смазке коробки передач. Поэтому для них это стандартная ситуация. Но из-за одной шестеренки, которая стоит 200 рублей, делать будут ее где-то полтора месяца. У кого-то уже при пробеге 60-80 тысяч появился стук в сайлинблоке. Тяги Панара требуется замена всей тяги. Многие пишут, что уже при пробеге даже 100 тысяч потекла рулевая рейка. При неудачной самостоятельной замене лампы на передней фаре все-таки ломаются хлипкие держатели. Нередко отказывает салонный вентилятор на третьей скорости. Кстати, двигатель заводится в любой мороз, но есть такая тенденция, что он слегка подъедает масло. Вот такой автомобиль, я думаю, что именно на рынке Буо автомобилей он очень востребован. Так как альтернативу по такой стоимости очень сложно найти. Это довольно надежный, ремонтопригодный, хороший, действительно хороший и добротный автомобиль, который будет радовать вас каждый день. На этом обзор Nissan Almera 2003 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения. Подписывайтесь на канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok